Субтитры создавал DimaTorzok В Хакасе началась массовая замена лифтов. Это самая дорогостоящая часть капитального ремонта. Медицина мобилизуется на борьбу с онкозаболеваниями. Какие центры откроются в Хакасе и как должны работать участковые врачи, расскажет руководство Минздрава. Надежда на федеральные деньги и масштабный проект реконструкции улицы Мира и Виадока откладывается из-за отсутствия средств в бюджете Абакана. В Хакасе введен режим повышенной готовности к пожароопасному периоду, а у спасателей настоящий аврал уже наступил. На этой неделе в диспетчерскую ежесуточно поступает как минимум полтора десятка сигналов о возгораниях, в основном в частном секторе. Горит и степь. Во всех районах зарегистрировано 35 палов. Снег с полей сошел и теперь малейшая искра может привести к беде. В последний раз так рано степные палы фиксировались в памятном для Хакасе году 2015, когда огненная стихия уничтожила больше тысячи домов. 35 человек погибли. Что делают власти, чтобы не допустить повторения трагедии? В репортаже Виктора Лошникова. В ближайший месяц каждый населенный пункт в республике будет опахан, либо вокруг него выжгут широкую полосу старой травы. Эти работы уже начались. И если для пахота земля еще достаточно не оттаяла, то для отжига самое время. Первыми такую работу начали в Ширинском сельсовете. В бригаде полтора десятка специалистов. Оборудование самое простое. Паяльная лампа, чтобы поджигать стерню, воздуходувка, ранцы с водой и обычные метлы. Чтобы контролировать распространение огня. Огонь стараемся пускать по ветру. И предварительно сверху сначала опускаем огонь. Отсекаем, а потом снизу поджигаем по ветру, чтобы не перемахнул огонь. Сегодня бригада завершила выжигание травы вокруг райцентра и кладбища. Везде создана надежная черная полоса шириной до 30 метров. Впереди обработка территории вокруг четырех малых деревень, которые входят в состав сельсовета. Если не будет ветра, за неделю управятся. Ветер работать с огнем запрещено. Ширинцы начали первыми, помня о том, что именно их территория больше всего пострадала от пожаров 2015 года. Подобные бригады созданы при всех сельсоветах. 3000 человек в Хакасии прошли подготовку к борьбе с огненной стихией. Это муниципальные пожарные и дружинники. В их распоряжении почти 600 единиц техники. Но это на самый экстренный случай. А пока задача создать защитные полосы вокруг всех сел, хуторов и стоянок сельскохозяйственных животных. Виктор Лушников, Альберт Кулумаев, Иннокентий Раштаев, Вести Хакасия. Работники компании СОЭК помогли потушить крупный пожар. Он возник в степи в окрестностях Черногорска. Протяженность огневого фронта составила 14 километров. Дым от пожара был виден в районном центре, а в зоне риска оказались объекты железной дороги. Специалисты МЧС обратились за помощью к Черногорскому разрезу. Предприятие без промедления выделило БелАЗы с емкостями для воды, погрузчики, автоцистерну, а также свою вспомогательную горно-спасательную команду, в которой состоят профессионально подготовленные сотрудники, имеющие навык борьбы с чрезвычайными ситуациями. Восемь с половиной часов им понадобилось, чтобы укоротить стихию. Управление МЧС отмечает, в борьбе с пожарами важна каждая секунда. И только благодаря оперативной помощи разреза Черногорске удалось избежать неконтролируемого развития событий. Мартовское солнце обнажило и другие проблемы. К примеру, наш мобильный репортер из Майна показал, как дети поселка ходят в школу. Смотрим видео. Заезжаем на улицу Пушкина. По этой улице дети ходят утром пешком в школу. Это основная улица, ведущая к школе. Я думаю, дети здесь должны летать, а не ходить. Так до самой школы. Неужели трудно обсыпать? Наши корреспонденты обратились в администрацию Саиногорска. Там сообщили, что ранее жители разбитой улицы не обращались к властям, поэтому чиновники не знали о проблеме. Как она будет решаться, они обещают рассказать на следующей неделе. А я напоминаю, стать участником рубрики «Мобильный репортер» может каждый. Если вы увидели что-либо важное или любопытное, снимите это на телефон, обязательно прокомментируйте за кадром и отправьте по указанному телефону на мобильный номер нашей редакции. В республике приступили к масштабной замене лифтов. Впервые на эти цели выделяется более 200 миллионов рублей, что позволит установить 120 новых подъемников. Это лишь часть необходимого, но довольно существенный шаг вперед. В республике есть дома, где лифты ждут десятки лет. Металл сдается перед человеческими руками и перед временем. 35 лет кабина поднимала и спускала пассажиров. И хотя, как все советское, сделано основательно, больше ею пользоваться нельзя. Они создавались мощно в государстве, они создавались очень мощно. Здесь очень много металла. Створки помяты, но это уже в процессе эксплуатации. Ну, тот же износ водила. Все это наглядно видно, покрыто ржавчиной, коррозией. Раньше устанавливали лифты производства Самарканда. Теперь их заменит продукция из Могилева. Антивандальные, больше грузоподъемности и скорости. Вот так выглядит лифт из Беларуси. Немаловажно и то, что механизм энергосберегающий. То есть общедомовые траты на свет станут меньше. Первыми новинку оценят жители дома по проезду с Северному-7. Здесь уже начался демонтаж старых кабин. И рабочие обещают, долго ходить пешком людям не придется. Приблизительно полтора месяца, если максимально. Если все нормально пойдет, то за месяц успеем уж. Этот срок ничтожен по сравнению с тем, сколько приходится терпеть жителям высоток в Пригорске. В 92-м году лифт в этом доме, это дом номер 13, поселок Пригорск, отработал всего полгода. В 92-м году зашили листами. И отчего, почему и как, ничего не понятно. Но лифт якобы был рабочий, его просто закрыли. Это все с первого по девятый этаж. Все эти годы инвалиды и престарелые люди сидят по квартирам, а молодые мамы тренируют выносливость рук. Редко на улицу из детьми выхожу. Потому что тяжело поднимать, спускать тоже тяжело. Лифт ждем. Всего в поселке 4 девятиэтажки. В них должно быть 5 лифтов. Разобраться с тем, куда подевали старые кабины, вряд ли получится. А вот на установку новых подъемников у властей денег не было. Алексей Стофиевский один из тех активистов, которые все эти годы писали в правительство депутатам и даже президенту. Наконец, их настойчивость вознаграждена. Пригорск включили в программу капремонта и летом во всех высотках установят лифты, что качественно изменит жизнь поселка. И для тех жителей, которые не могли себе позволить часто выходить, для пенсионеров, для инвалидов. Поэтому все меняется, все меняется. К лучшему мы не забыты. Поселок Пригорск живет. Установка лифта – самая дорогостоящая часть капитального ремонта. И раньше у республики средств хватало лишь на замену буквально 3-5 кабин в год. Проблема стоит остро. Сейчас в замене нуждаются 420 подъемников. Накопленные средства фонда капремонта пока позволяют сократить этот объем на 120 лифтов. Марина Конодакова, Дмитрий Симонов, Вести Хакасия. Напомню, по собираемости платы за капремонт, Хакасия – один из лидеров России. И замена лифтов – реальная отдача от наших взносов. А вот новый платеж за вывоз мусора собирается плохо. Обязанность платить региональному оператору по утилизации твердых коммунальных отходов появилась с нового года. И, соответственно, впервые строка в платежках появилась в феврале. По данным компании Аэросити-2000, всего 38% потребителей оплатили ее услуги. Причем наименее дисциплинированными оказались жители Саиногорска и Абазы, а также Алтайского и Усть-Абаканского районов. Если и дальше люди не будут платить, то через три месяца региональный оператор подаст на них в суд. Экологической катастрофой грозит обернуться порыв канализационного коллектора под Абаканом. Это фактически единственная магистраль по отводу сточных вод из республиканской столицы. Уже несколько дней неинчистоты просачиваются прямо в почву. И позитивных прогнозов по срокам устранения аварии никто не дает. Константин Кравцов убедился, что дело труба во всех смыслах. В данном случае это даже плюс, то что телевидение пока не научилось передавать запахи. Зловонье стоит фантастическое. Собственно, только по этой трубе и уходят сточные воды из Абакана туда дальше, на очистные сооружения. Накануне в результате просадки грунта целостность этой самой трубы была нарушена. И ядовитая вода фактически хлынула на свободу. Только в сутки здесь протекает около 60 тысяч кубометров нечистот. Собственно, сейчас все это напоминает настоящую зловонную реку. Участок аварий находится прямо на границе с аэропортом. Но, что самое главное, большая опасность нависла над жителями соседнего села Калинино. Дома расположены буквально в нескольких метрах. Опасность в том, что, конечно, люди потребляют воду свою, с дважиной села Калинино. То есть просьба к ним, конечно, я с водой пью только кипяченую. Очень аккуратно с этим относительно. Но лучше, конечно, привозную воду. Потому что я думаю, что в ближайшие время порой ему это не решится. Представители аварийной службы Хакресводоканала уже побывали на месте порыва. Устранять аварию планируется в два этапа. Во-первых, рабочим необходимо вычистить провалы грунта. Делать это они будут ночью, когда поток нечистот станет слабее. А затем начнется инспекция самой трубы. Возраст ее почти полвека. И не исключено, что выявятся дефекты на других участках. При этом Хакресводоканал предприятие банкрот. Проводить дорогостоящий ремонт ему не на что. Учитывая всю серьезность ситуации, коммунальщики надеются на помощь республиканских властей. Если делать аварийный участок протяженностью около 300 метров, ну это будет, скажем, 10-15 миллионов. Если речь о капитальном ремонте всего коллектора, это около 300 миллионов. Понятно, что за счет предприятия банкрота сделать это невозможно. Ну потому что у нас на ремонт всего сейчас выделяется 2 миллиона в год. В Министерстве строительства и ЖКХ республики пока занимают позицию наблюдателей. Конкретики пока никакой. Всех интересует масштаб ветхости коллектора. Вероятно, на оценку этого потребуется не один и даже, может быть, не два дня. Ну а на ремонт, как прогнозируют в Хакресводоканале, и вовсе может потребоваться до нескольких месяцев. Добавлю, что власти до сих пор не объявляли о режиме чрезвычайной ситуации. Константин Кравцов, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия. Ближайшие пять лет в Хакасии усилят борьбу с онкозаболеваниями. На это будет направлено столько денег, сколько за год выделяется на все здравоохранение региона. 13 миллиардов рублей. Сегодня рак – одна из главных причин смертности. И с каждым годом онкобольных становится все больше. Что с этим делать? Каковы планы медиков? Обсудим с первым заместителем министра здравоохранения Александром Стреленко. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Прошла коллегия в Министерстве здравоохранения по итогам работы за прошлый год, где ставили задачи на будущее, и там вы выступали. Александр Анатольевич, я освучили такую задачу перед службой здравоохранения. Я зачитаю. Формирование тотальной напряженности по отношению к признакам рака. Расшифруйте, пожалуйста, для наших телезрителей, что это значит. Это в первую очередь, конечно, все-таки, наверное, обращение к медицинскому сообществу, но и гражданам в том числе. Потому что у нас до сегодняшнего времени, по статистике, около 30% – это так называемые раки наружной локализации. То есть, когда человек, смотря на себя в зеркало, может увидеть что-то новое, появившееся у него на губе. Когда человек принимает гигиенические какие-то процедуры, может увидеть новые пятна, родинки или какие-то шишки, так по-простому сказать, на своем теле, что человек должен увидеть это и, в первую очередь, посоветоваться с врачом, что это такое у него новое появилось в организме. Ну и второе – это то, что связано с нашим медицинским сообществом. Мы сегодня везде позиционируем и говорим, что каждый гражданин должен раз в год профилактически быть осмотрен медиком. И вот я, как сказал он и коллеги, мы должны понимать, что эти осмотры не должны быть формальными. То есть, врач любой абсолютно специальности, когда к нему обращается пациент, должен проводить осмотр. Просто с простудой обращаешься к своему участковому терапевту. Да. И вдруг он заметил что-то подозрительное. Вот его действия какие? Первое. Ну, если будем считать, что это локальный рак, наружная какой-то локализация, сам осмотрел, описал. И в поликлинике в городе Абакан, если брать, то есть врач-онколог, куда должен врач-терапевт, обнаруживший данное изменение какое-то в организме человека, записать на прием к врачу-онкологу. То есть, дальше уже работает врач-специалист в этой области. Если берем это районная больница, где нет врачей-онкологов, точно так же врач-терапевт, заподозрив онкологическое заболевание, выполняет необходимые минимумы обследования, которые надо сделать, и с этими результатами обследования направляет в онкологический диспансер. С узкими специалистами у нас, как говорится, напряженка. Вот не будет ли так, что человеку придется месяц-полтора ждать приема у онколога? Ну, учитывая, что с онкологами действительно сложность, и вообще с кадрами медицинскими сложность, почему в рамках вот этой программы борьбы с онкологией одним из пунктов развития называется «Центры амбулаторной онкологической помощи пациентам должны создаваться в населенных пунктах». И мы уже по этой программе в этом году первый такой центр амбулаторной онкологической помощи открываем в городе Абакане. Уже проходит стадия лицензирования, уже помещение готово, оборудование готово, кадры обучены. На следующий год мы планируем открыть. И когда, извините, он откроется? Он уже открылся с 1 февраля. А, уже открылся. Он уже открылся в здании поликлиники с 1 февраля в городе Абакане. У нас на очереди город Черногорск и город Саиногорск. То есть каждый год в течение вот этих ближайших двух лет мы откроем такие центры амбулаторной помощи онкологических больных. Для чего они создаются? В первую очередь, если еще раз говорю, цель одна – выявить онкологическое заболевание на первой стадии лучше всего. Если эта стадия выявляется, то после консультации врача-онколога человек может проходить лечение, никуда не выезжая за субъект в нашей территории. Он будет проходить у себя по месту жительства. 13 миллиардов рублей планируется направить на это направление в ближайшие 5 лет. На что именно эти средства пойдут? Ну, львинная доля из этих средств – это почти 9,2 миллиарда. За 5 лет уйдет это на закупку лекарственных препаратов, на лечение. То есть это из системы ОМС деньги будут выделяться конкретно на лечение онкологических больных. Больной получит лечение современными дорогостоящими препаратами. Которое раньше было у нас недоступно? Ну, просто раньше препаратов таких не было. Они каждый год появляются, новые и новые препараты, поэтому сегодня схемы лечения меняются. Хорошо, что такие средства у нас выделяются на такое направление медицины, но мне кажется, надо еще больше средств вкладывать в то, чтобы люди вообще не заболевали. Такой болезнью страшно. Вкладывать деньги в защиту экологии, в качество продуктов, в качество воды. Самое главное в здравоохранении – это профилактика любого заболевания. Мы же понимаем, что сегодня проще предотвратить, чем потом героическими усилиями лечить и спасать. Поэтому вы совершенно правы. Если сегодня уже доказано во всем мире, что сегодня состояние здоровья каждого человека, ну, наверное, на одну треть зависит от медицины, от медицинских работников. Две трети – это составляющие, которые вы назвали. Это питание, экология, образ жизни и наследственность. Я благодарю вас, Александр Анатольевич, за интересную беседу. Спасибо вам. Один из самых ожидаемых проектов развития транспортной инфраструктуры Абакана временно отложен. Речь идет о расширении участка улицы Мира через путепровод. У мэрии не хватает средств на выкуп идущих под снос участков. Тему продолжит Елена Крылова. Вячеслав Маценко больше 15 лет живет в одноэтажном многоквартирном доме по улице Мира. Из всех соседних построек это ближе всего расположено к путепроводу. Причем настолько, что мостовая насыпь буквально доросла до окон, деформировала стену. У меня вот это с окошка, прямо вот в виадук только можно увидеть. Машины там вверху ездят и все. Поначалу страшно было, конечно. Там залетали у нас иной раз. Ну, прямо в основном туда пролетают. Из-за постоянного автопотока здесь шумно и пыльно. Переехать хотелось, не скрывает Вячеслав. Но после экспертной оценки 9 квадратов в жилплощади. Желание поубавилось. Меня оценили в 300 тысяч. И что я с ними, куда я пойду? А вы уже смотрели, приценивались? Ну что? Конечно, меньше 500 нет. Комнату взять у меня комната. Вячеслав теперь планирует решать жилищный вопрос в суде. Вместе с мужчиной в доме осталась еще одна семья. Было 8. Остальные уже переехали. Белоусовы тоже готовятся паковать вещи, хотя и без особого желания. Здесь прошло 27 лет жизни. Да и сумма, предложенная за выкуп земельного участка и квартиры, Белоусовых не очень устроила. Но спорить не стали. Мы и Минусинский искали, и Усть, и Бакани, и Вабакани. Но единственное, мы, наверное, домов 200 пересмотрели на наши деньги, чтобы купить. И нам пришлось купить в Черногорске. Но дело в том, что у меня ребенок инвалид, и уезжать с Абакана, мне же лечить его надо. Жильцы говорят, больше повезло соседям, владельцам частных домов. У них земли было больше за счет огородов. Многие постройки здесь уже снесены. Всего проект расширения путепровода предполагает ликвидировать 13 частных домов, двух многоквартирных, одноэтажных, четырех гаражей и нескольких объектов хлебозавода. Все расположено только с одной четной стороны в границах улиц Гагарина-Пушкина. На сегодняшний момент выкуплено 10 квартир. И пока дальнейшему вопросу изъятия препятствует все-таки отсутствие финансовых средств. Поэтому в ближайшее время, конечно, пока дальнейший снос не планируется до момента, когда будут средства. За 10 квартир у нас 24 миллиона 965 800. Между тем, расселение жильцов – это мизерная часть затрат. Гораздо больше потребуется на расширение путепровода с четырех до шести полос. Потребность в этом сегодня стоит очень остро. Жилая застройка со стороны улицы Аскизской активно растет. Транспортный поток в центре города постоянно увеличивается. На мосту в часы пик возникают огромные пробки. Город рассчитывает на софинансирование республики и федерального центра. Власти пока оставят сроки начала работ 19-20-е годы. Елена Крылова, Наталья Гармашова, Сергей Казмин. Вести. Хакасия. Завтра должно было состояться открытие завода по переработке баранина. Однако оно снова временно переносится. Между Пригорском и Красноярским водохранилищем красуется новая постройка. Это и есть цех по убою и обвалке овец. Его начали строить в конце 17-го года. Первоначально обещали сдать в сентябре 18-го. Однако к этому сроку не успели. Представитель предприятия Андрей Монисов сообщил, что здание готово. Идет настройка оборудования. И уже на следующей неделе состоится первый технологический забой. После этого и будет понятно, когда официально открывать предприятие. В свою очередь Минсельхоз рассчитывает на увеличение поголовья овцы в случае запуска производства. В республике есть два племенных хозяйства, которые, судя по всему, станут основными поставщиками сырья. Тем не менее, чтобы покрыть всю заявленную мощность 20-40 голов в час, скота в Хакасии может не хватить. Как сто лет назад делили землю и вели учет ее собственников, можно узнать из уникальной рукописи, которая попала в архив Росреестра. Документ содержит нюансы, которые будут интересны не только ученым, но всем жителям Хакасии. И все благодаря щепетильности одного землемера из Таштыпа. Эта рукопись под названием «Ходатайство граждан Таштыпской волости о включении в надельные земли Таштыпа офицерских участков Казмина и Серебренникова создавалась около трех лет, с 1922 по 1924 годы. Настолько объемной оказалась работа, положенная в основу книги. Провел ее местный землемер солдатов». Документ отличается тем, что написан пером, написан очень понятно, каллиграфически, с какими-то такими заковыками. Судя по стилю, грамотности изложения мысли, оперированию данными, землемер был человеком, строго следовавшим букве закона того времени. Последнее, вероятно, не слишком нравилось простому народу, сельчанам. Все дело в том, что солдатов щепетильно вел перепись населения Таштыпской волости, также дворов, участков, на которых они располагались. А учитывая, что площади наделов тогда напрямую зависели от количества членов семьи, люди намеренно скрывали умерших. «Львиная доля документа именно по фамильной списке жителей Таштыпского района и всех их домочадцев, поименные. Тут даже годы рождения видны. То есть мы видим, что в каждой семье от четырех до девяти детей, многодетные семьи. Вот тут в графе видим «выбыл где-то», «умер». Вот такие надписи «исключен». Иногда бывают тут надписи «исключен», потому что отсутствует шесть лет, допустим. Всего солдатов насчитал около трех тысяч местных жителей, 333 двора. Перепись позволила не просто навести порядок в волосном земельном фонде, но главное определить, каким семьям имеющегося у них участка мало. Компенсировать недостающие клочки было чем. В волости обнаружились свободные наделы. Около 60 десятин. Они остались после двух офицеров, неких Казмина и Серебренникова. Все собранные сведения солдатов отражал в актах, докладах, протоколах, сходах граждан. В книге также немало дополнительно вклеенных листков бумаги. Это заявления, указания, описи. Ветхие, пожелтевшие страницы истории несут и ещё массу любопытных фактов. К примеру, членов семьи, за исключением их глав мужчин, тогда называли «едоками». Детей именовали для современного человека непривычно. Акаки, Пересвет, Пороскева, Марфа, Анфуза, Аньга. Долгие десятилетия этот рукописный раритет хранился в Таштыбском территориальном отделе Росреестра. Теперь же занимает почётное место в архиве. На сегодняшний день в Государственном фонде данных, полученных в результате землеустройства, находится более 80 тысяч единиц хранения. Вообще, значительная часть землеустройственной документации была сформирована в 70-90-е годы прошлого столетия. Тот документ, о котором мы сегодня говорили, это самый наш старый документ. Познакомиться с книгой можно исключительно в стенах архива. Обращаться с рукописью важно максимально осторожно. В Росреестре обещают в будущем исторический документ отреставрировать. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. От его вкуса и фантазии зависит оформление спектакля. Театральный художник – важное звено в процессе создания постановки. Об этом очередная серия проекта, посвящённого Году театра. Прежде чем сцена превратится в место действия, необходимо поработать художнику. Именно с ним режиссёр обсуждает, какими должны быть декорации и реквизит, как должны выглядеть герои спектакля, во что должны быть одеты. Режиссёр ставит задачу, художник её воплощает. То, что сейчас мы видели на макете, в миниатюре, потом исполняется цехами и выносится на сцену. Спектакль «Пролетая над гнездом кукушки» – самая свежая премьера национального театра. Действие романа происходит в больнице для душевнобольных. Однако режиссёру захотелось стереть грань между учреждением, куда попал МакМёрфи и обычным миром. Напитки здесь разливают за барной стойкой, интерьер украшает винтажный диван, а на главном герое вместо больничной одежды – модная рокерская куртка. Задумана была кожаная куртка, состаренная, пожитая временем, но так таковой не оказалось у нас. Поэтому мы взяли новую куртку и своими руками всё это зафактурили так, чтобы она не уступала куртке, которая пожила. Такая как будто с историей уже. По сравнению с другими персонажами, он именно в таком облике бросается в глаза. У нас такой роковый герой, суперзвезда, ну и, соответственно, такой образ. Влада Чаптыкова по образованию художник декоративно-прикладного искусства. Пришла в театр 9 лет назад и не пожалела. Творить в мире сценического искусства оказалось очень интересно. Всё, что в итоге видим на сцене, сначала рождается в голове художника, а затем включается целое производство. Каждая деталь от прически и костюма героев до цвета декораций и света должны помогать актёру воплощать образ, играть на режиссёрский замысел. С первого раза всё может не получиться, но чем сложнее спектакль, тем интереснее. А нагрузка на художника порой ложится немаленькая. Это в столичных театрах отдельно есть макетчик, художник-постановщик, художник по костюмам и так далее. А в региональном театре художник зачастую универсальный специалист. Каждый спектакль рождается, как дитя. Его вынашиваешь, продумываешь. Поэтому каждый спектакль как родной. За каждый переживаешь, наблюдаешь, как он дальше живёт. Ну, бывает тяжело. Не то, что тяжело, а в поисках, когда ты в поисках обдумываешь, а как вот, если так, а если так. Но опять же, мы же тут командой работаем. И мы должны думать командой. Поэтому вот нам нужно вот сцепиться, и тогда всё получается. Если кто-то полагает, что художник творит кистью, пером или карандашом, то он безнадёжно отстал. Современному театральному художнику в помощь компьютер. Коралл и другие программы позволяют создавать самые разные варианты для оформления сцены. Увлёкся как-то, и мне это понравилось тоже. Быстро можно любой колер положить, подыскать, заменить что-то, исправить. Карандаш, он более длительный процесс. Хотя он и живее. Но без ручного труда не обойтись. У главного художника русского театра есть рабочий верстак, где он создаёт всё, что необходимо для макета спектакля. Тут я строгаю, пилю, сверлю. В общем, играюсь по полной. Это же театр, это игра. И вот я играюсь, делаю столики, столики. И выставляю это всё, как кукольный домик Барби. А играть все любят ведь. И большие, и маленькие. Олег Абрамов – один из толпов русского театра имени Лермонтова. В нём он работает уже 36 лет. Сначала бутафором, а затем успешно попробовал себя в качестве художника. И вот уже более 10 лет является главным художником Лермонтовской труппы. Он работал над самыми разными постановками, но, конечно, надеется, что лучший спектакль ещё впереди. За что вы свою работу любите? А за то, что нет однообразия. В каждый спектакль идёшь, как в неизведанную страну какую-то. И интересно как-то там разобраться, а что, а почему. И театр, он же что, он человека, исследует нас. И учится, это опыт жизни. В мастерской художника уютно и нескучно. Старые афиши, отработанный реквизит, другие раритеты. Каждая вещь имеет свою историю и тем дорога своему владельцу. Театр – особый мир, и не последнюю роль в этом играет художник. Человек, умеющий видеть больше, чем каждый из нас. Сильнейшие пловцы соревновались в Абакане за Кубок Сибири по плаванию. Хотя общекомандная победа досталась новосибирцам, наши спортсмены не остались без золота. Кубок главы Абакана команда из Новосибирска взяла благодаря двукратной победе своих представителей. Лучшим среди юношей стал Александр Демченко. У девушек одержала победу Дарья Трофимова. Наши спортсмены завоевали пять медалей. Единственное золото у ученика первой школы Абакана Федора Киргенекова. На 200 метров комплекс, который сегодня прошел, мне надо было постараться, чтобы занять первое место. А 400 вчера, скажем так, не сильно сложно было. Я планировал не занять место, а улучшить время. Но победить на всех соревнованиях для меня стало неожиданным. Кубок Сибири по плаванию на призы главы Абакана собрал более 600 юных спортсменов из разных территорий федерального округа. Сборная Хакасии была самой многочисленной. Республику на Кубке представляли почти 100 спортсменов из Абакана, Черногорска, Саиногорска и Сорска. И в завершение еще раз напомню, программа «Вести Хакасия» на канале «Россия-1» стала выходить в эфир чаще. Теперь ежедневно 4 полноценных выпуска плюс 6 коротких утренних эфиров. Итак, сообщать о новостях «Вести Хакасия», как и прежде, начинают в 11.25. Следующий выпуск через 3 часа в 14.25. Раньше в это время выходили «Вести Сибирь». Но без новостей федерального округа зритель не останется. В выпуске в 17.00 вас ждут не только события в республике, но и новости наших соседей. И традиционно подводим итоги дня ровно в 20.45. Новая эфирная сетка и у национального вещания ГТРК «Хакасия». Теперь программы на «Хакасском» выходят с 9 до 10 утра все 5 рабочих дней. В это время можно увидеть программу «Хабарлар» и тематические передачи. Включение ранним утром в программе «Утро России» и эфиры на телеканале «Россия-24» остаются в прежнем расписании. И на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok